Всем привет! Меня зовут Юля. И сейчас мы будем с вами маяться вот такой фотографической дурью. Создавая вот такие очаровательные зимние конфетно-букетные композиции. И начнем с букетов. Раскладываем на бумаге разные сушености. Веточки эвкалипта, кустовые розы, гипсофилы, колоски лагур, все, что под рукой. Все интересное, что осталось от подаренных букетов. Или сорванное во дворе, или там где-то найдено. И начинаем красить их самой обычной белой краской из баллончика. Я-то сейчас крашу дома, поэтому держу баллончик довольно близко к веточкам, чтобы краска не летела по всей комнате. Тем более, что плотная заливка нам не нужна. Надо лишь приглушить общий цвет растений, сделать их более-менее монохромные, знаете, так добиться эффекта такого легкого иния. Высушиваем краску в течение полутора-двух часов, и приступаем к сбору букетиков. Тут надо сказать, что у нас не будет каких-либо четких принципов сбора. Все растения монохромные, поэтому испортить букет невозможно. Пожалуй, единственное, чего нужно придерживаться, использовать для одного букета 5-7 растений, не больше. Нам не нужны какие-то там излишние навороты, пышность. Букетики должны быть вулканичными. Произвольно собрав веточки, обматываем их толстой холщовой нитью, вот в месте перехода стеблей в букет, и плотно смазываем нить клеем ПВА. Обрезаем остатки нити, очень хорошо проминаем ее пальцами, еще раз смазываем клеем, и обрезаем концы стебельков. Наш мини-букет готов. Делаем то же самое со всеми остальными растениями. Убираем веточки по месту, в зависимости от их формы и размера. Например, для этого букетика используем только 3 веточки. Знаете, это тот самый случай, когда принцип лучше-меньше, да лучше. И пока собираются букетики, можем пофилософствовать. Знаете, занимаясь такого рода упражнениями, мы как минимум преследуем 2 цели. Эстетическую и физиологическую. Физиологическую, потому что мы развиваем свою мелкую моторику. А моторика – штука крайне важная для хорошей работы наших мозгов. Например, вы знаете, что по статистике музыканты имеют очень развитые нейронные связи. Ну, говоря проще, они сообразительные. Почему? Все потому, что с раннего детства в их жизни очень много этой самой мелкой моторики. Клавиши, струны. Ну, а с эстетической все понятно. Все совсем очевидно, согласитесь. Это красиво. Можно было бы оставить их и в таком виде, но мы добавим банта. Банты будем завязывать легко, не заморачиваясь. И эта легкая небрежность даст ощущение максимальной естественности. А естественность – основной тренд нашего времени. Надо сказать, что такие ленты обычно я делаю сама, давая новую жизнь всяким бывшим, старым, красивым вещам. Например, вот эта розовая получилась из хлопковой подкладки моего летнего платья. Отрезала подкладку, видите, она тоненькая, пластичная, очень натуральная. Потом просто разорвала ее на полоске и убрала лишние торчащие нитки. Вот эта белая, она ровно по той же схеме, это остатки моей любимой летней шелковой майки. Так что, друзья мои, знаете, не торопитесь расставаться с любимыми. Ну вот, банты завязаны, переходим к коля конфетам. Для конфет будем использовать обычную неплотную офисную бумагу, которая предварительно разрезала на два размера. 9х9 см и 7х19 см. Сначала закручиваем рулончик из квадрата, смазываем края клеем ПВА, а потом заворачиваем его в прямоугольник. Можно использовать любую другую бумагу, например, очень хорошо будет смотреться папиросная. Толщиной конфеты поэкспериментируйте. Мне нравятся вот такие вот диетические, стройненькие конфетки. Не забываем аккуратненько промазывать край обертки. И все, переходим к бантам. Берем заготовку, завязываем ленту одинарным узлом в том месте, где заканчивается наш внутренний рулончик. Аккуратно начинаем проминать бумагу пальцами, расправлять ее и формируем вот этот конфетный наконечник. И потом завязываем обычным простым бантом, таким же, как мы перевязывали букетики. То же самое делаем со второй стороны. В общем, дело нехитрое. С ним мы справимся легко. И проделываем всю эту процедуру со всеми нашими заготовками. И, надо сказать, видите, я для этой композиции использовала три ленты. Белая, розовая и вот такая вот светлая, серая. Ну, в зависимости от ваших целей, подбирайте свои ленточки. Хотя, по-моему, вот это очень мило, очень нежно. И вы можете спросить меня, какая все-таки практическая польза от такого рода декоративных элементов. Ну, во-первых, они сами по себе довольно эффектны. Несмотря на всю свою простоту, видите, они очень фотографические, светлые, нежные. Они способны добавить воздуха и праздника в любую ленту. Во-вторых, если вы владелец какого-либо бизнеса, малого, например, да и немалого, например, вы кондитер, либо вы производите какие-либо штучки для дома, там, посуду, свечи, крема, не знаю. Если вы работаете в сфере бьюти, например, вы нейлмастер или мастер эпиляции, или лаж. Все эти конфеты-букеты будут замечательными соседями вашего главного героя. Видите, это не скучно, стильно и, как мы понимаем, ну, очень просто. Посмотрите видео, в котором я рассказываю, как снимать предметы на ваш телефон и начинайте творить. Я желаю вам всяческих успехов и если это видео было для вас полезным, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Я буду рада любому действию с вашей стороны. Спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok